Глобальное лидерство и общая ответственность в интересах построения мирного, справедливого и самодостаточного общества во всех странах. Тема обсуждений на 73-й Генеральной Ассамблее ООН. В эти минуты в штаб-квартиру ООН приезжают участники Генассамблеи. В Нью-Йорке стартуют дебаты и встречи на высшем уровне. Говорить будут и об Украине, о ситуации на оккупированных России территориях и миротворческая миссия. Подробнее в сюжете Анжелы Лешко. Предотвращение конфликтов, обеспечение прав человека и преодоление несправедливости в мире – основные задачи работы Генеральной Ассамблеи ООН. За день до общих ежегодных премий в Нью-Йорке провели совещание высокого уровня под названием «Саммит мира в память о Нельсоне Манделе». Оно приурочено к столетию со дня рождения лауреата Нобелевской премии мира и первого чернокожего президента Южно-Африканской республики. Нужно сталкиваться с силами, которые нам угрожают с мудростью, мужеством и стойкостью, что и воплощал Нельсон Мандела. Это единственный способ построить справедливый и процветающий мир, предусмотренный в Уставе Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации прав человека. В рамках Генассамблеи прошли первые встречи лидеров государств-участников. О мире и безопасности говорили американский президент Дональд Трамп с лидером Франции Эммануэлем Макроном. У нас много общих вопросов. И я думаю терроризм, проблемы обороны, ситуация на Ближнем Востоке – это то, что мы хотим исправить и над чем будем работать вместе. Новое соглашение о свободной торговле подписали Соединенные Штаты и Южная Корея. Дональд Трамп и Мунджи Ин договорились облегчить условия импорта американских товаров в Южную Корею. Кроме этого, Трамп отметил успех их совместных усилий в регуляции отношений с КНДР. Мы очень хорошо работаем в вопросах Северной Кореи. Очень много позитивных вещей происходит, связанных с лидером КНДР Ким Чен Ыном. У нас есть договоренность провести еще один саммит. Я собираюсь встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем. В рамках переговоров на 73-й Генассамблее будут говорить и об Украине, агрессии России на территории страны, необходимости восстановления мира и введении миротворческой миссии на оккупированные территории. Президент Петр Порошенко проведет дипломатические встречи, а в среду выступит с речью. Анжела Лешко, UATV